Приветствую всех поклонников танковых сражений, с вами Fallfire. В этот последний день зимы я хотел показать вам кое-что особенное. То, о чём у меня долгое время пыл холочак. Это канон Ягдпанцер 4.5. Я откатал на нём 500 боёв. Ну, как откатал? Отмучивался, можно сказать. Потому что моя задача была сделать 10 фрагов за одну жизнь, используя при этом только стоковые подкалиберные снаряды. То ещё достижение, но зато я полностью изучил машину, и могу теперь рассказать не только о её плюсах и минусах, а также поведать пару советов по её тактике. Начать бы хотелось с того, что с момента выполнения задания прошло уже 2 года, и за это время боевой рейтинг снизился с 7.0 до 6.3, что серьёзно упростил геймплей этой самоходки. Первым, что вы заметите, будет подкалиберный снаряд. Взглянув на его цифры, вы будете приятно удивлены. На это очередная ловушка улитки, потому что у него очень низкий урон. Вы спокойно можете попасть по танку и ничего ему не сделать, при этом раскройте свою позицию и получите в ответ ваншот. Тем более подкалиберный боеприпас плохо прибивает наклонную броню, так что приготовьтесь к массовым рикошетам и непробитиям. Первые ваши 20 или даже 30 боёв будут похожи на лотерею. Где-то вам повезёт, и вы сделаете враг, а где-то нет. Это будет продолжаться ровно до того момента, пока вы не откроете кумулятивные боеприпасы. Тогда станет полегче. А вот бронебойные фугасные снаряды даже не рассматривайте. Они бесполезны. По урону они ещё хуже, чем подкалиберные. Так что лучше пробивать, но с мизерным уроном, чем ничего не делать вовсе. После того, как вы откроете кумулятивы, можете переходить к исследованию дымовых гранат. Это второй модуль по значимости в бою. Отбрасываются дымы по направлению корпуса и, к сожалению, все разом. Но, учитывая нашу отличную динамику, у нас есть хороший шанс уйти из-под обстрела. Одно из главных качеств полурушки, так её обычно называют, потому что на него нет башни, а базового боя машина одинаковая. Так вот, у нас шикарный зум. Мы можем спокойно вести бой, находясь вдалеке от противника. Конечно, её можно за это назвать царь-крысой, но по-другому эффективно играть не получится. Для агрессивного врыва нам нужна либо броня, либо стабильный урон и наличие башни. А у нас нет ни того, ни другого. Единственное, что мы имеем, это отличную скорость передвижения и быструю перезарядку. Стреляем мы чуть быстрее среднего танка Шерман. При топовом экипаже время перезарядки доходит до 5,6 секунд, что отличный результат на этом боере. Что касаемо скорости, то по бездорожью можно развить 50 км в час, а это показатель лёгкого танка. Так что этим нужно пользоваться. Однако, нас по-прежнему преследуют минусы. К примеру, кумулятивы, несмотря на хороший пробой, так же как и подкали, могут не взорвать с первого попадания вражеский танк, но шансов подорвать боекомплект у них всё же побольше. Учитывая, что у них неплохая баллистика, в паре с хорошим зумом, это позволяет выцеливать уязвимые зоны вражеских танков. Но помните, наш враг может запросто нас уничтожить, потому что броня сдержит урон только от зениток, и то с большого расстояния. Авиация, артиллерия и большинство танков видят в нас лёгкий фраг. Что уж там говорить, толщина брони крыши корпуса всего 10 мм. Поэтому привет браунинги, артобстрелы и фугасы. Самые внимательные уже заметили, что самоходка имеет низкий силуэт, а это значит, легко может скрыться за складками местности. И это верно, углы вертикальной наводки позволяют вести бой, не подставляя большую часть корпуса. И даже если противник поймёт, откуда по нему ведётся огонь, не факт, что он по нам попадёт. Поэтому занимать позицию необходимо с учётом расстояния. Чем дальше от нас находится враг, тем лучше это для нас. Но это вовсе не значит, что бой нужно вести прямо не отъезжая с респауна. У полурушки есть шикарная возможность занять первым хорошую позицию. Динамика нам позволяет проехать половину карты, прежде чем вы встретим противника. Сложнее всего приходится в городском бою. Там не так много укрытий, да и дистанция боя совершенно другая. В таком случае лучше атаковать из засады или держаться позади тяжёлых танков, оказывая непосредственную поддержку. Немецкая самоходка играется в основном от дистанции. Сбежение с противником всегда создаёт дополнительный риск. Всё же без башни нам сложно держать несколько направлений одновременно. И при выбитом двигателе уже ничего не сделаешь. Подводя итоги, могу сказать, что канонный якпанцер 4.5 всё же неплох. Потенциал у него есть и показать хороший результат можно. Вопрос, как именно вы будете применять эту машину? Исторически, канонный якпанцер 4.5 это первая целая серия машин, созданных для германской армии начиная с 50-х годов. Серийное производство были запущены ещё несколько машин из этого семейства. Это противотанковый ракетный комплекс якпанцер ракеты и БМП Мартер. Первые прототипы этой самоходки были построены немецкими фирмами Ганамак и Хеншель в 1960 году. А серийное производство началось спустя 5 лет. Всего было построено приблизительно 770 САУ. В конце 70-х годов было предложение заменить 90-мм пушку более мощным 105-мм орудием, что продлило бы срок эксплуатации самоходки, но проект дальнейшего развития не получил. Зато, начиная с 1983 года, 160 самоходок были перевооружены в ТРК ТОУ. Новый самоходный комплекс получил название Ягуар-2. Однако, сам канонный якпанцер оставался на вооружении до 1990 года. Вот такая история. Не забываем поддержать канал лайка Хеншелем и подпиской на канал. А также, заглядывайте в описание, там много что есть интересного. Я благодарю вас за просмотр, желаю вам легких фрагов и чистого неба над головой.